Первый шаг к стройности и новому телу сделали несколько десятков кировчан выходные. Состоялся кастинг на участие в новом, уже четвертом сезоне проекта «Похудел». Он будет сильно отличаться от предыдущих и станет настоящей энциклопедией для всех мечтающих преобразить себя к лучшему. Подробнее о новых фишках проекта, а также о том, как прошел кастинг, расскажет Ольга Шмырина. Каждый четвертый житель города мечтает похудеть. Об этом говорят статисты и неугасающий ажиотаж вокруг проекта «Похудел». Желающих сбросить лишний вес не пугают ни жесткие гастрономические ограничения, ни будущие физические нагрузки, ни видеокамеры. В течение двух месяцев за участниками проекта будет наблюдать весь город. Я хочу похудеть. Возьмите меня, пожалуйста. И только вкус печенья манит, а соблазняет он меня. Я хочу быть четкой. Дайте мне волшебный пеньель. Вот так вот взял стукнул и сказал, иди, занимайся. Мы будем с тобой в фитнес-зале медленно худеть. Возьмите вы меня или нет? Средний вес участников кастинга – 100 килограммов. Цифра не такая внушительная, если бы не одно «но». Претендентам в среднем 25-30 лет. И у каждого пришедшего на кастинг своя история знакомства с лишним весом. Две недели назад было 77. Уже 80. Ну вот еще года три назад все было хорошо. Раньше 70 весила. А сейчас? 101. Вы не видели меня 4 года назад. Я весила 70 килограммов. Я набрала от 20 до 30 килограммов за три года. Это была стоимость моего красного диплома. Я поварки заставляли преподаватели все пробовать, чтобы мы знали, какой вкус. За два месяца проекта они мечтают избавиться от 20 килограммов и готовы пойти ради этого на все. Отказаться от любимых орехов и шоколада, не пропускать тренировки и по-честному не есть на ночь. Другими словами, делать все, через что уже довелось пройти выпускникам похудела. И благодаря чему они в общей сложности смогли избавиться от полутонны лишнего веса. Такой пример плюс мотивация. В Новый год нарядиться в платье на три, а то и четыре размера меньше не оставляет шансов собственной лени. И тут-то я захожу в магазин и понимаю, что все, что я раньше покупала, такого-то больше нет на меня. Там размер на вот такой. Я всегда думала, что такая стройная, четкая. И тут мне месяц назад были на дне рождения наших друзей. И мне выставили мою фотографию. Я в шоке. Я в шоке. Баба. Там сижу не я. Отборочной комиссии пришлось нелегко. Споры начались уже во время кастинга и продолжаются до сих пор. Примечательно, что в этот раз попробовать свои силы не решился ни один мужчина. Да и сам возраст претендентов на участие заметно снизился. Помолодел. На самом деле очень интересно и странно. Может быть еще не кончился садово-огородный сезон. И все, кто постарше, все еще находятся в своих садах и так далее. Для этого, кстати, у нас есть отдельная история про то, что у нас за этим кастингом следует следующий, который уже будет в октябре. Потому что в этот раз мы два сезона подряд делаем. Новый сезон проекта «Похудела» станет энциклопедией здорового образа жизни. Мы не просто будем наблюдать за изменениями участников, но и в каждой программе получим практические советы от тренеров, диетологов и поваров. А значит, сможем худеть самостоятельно вместе с участниками «Похудела». Еще несколько десятков человек сегодня сделали первый шаг на пути к своему новому стройному телу. Это уже кастинг четвертого проекта «Похудела». За всю его историю желающих постройнить меньше не остановится. Кому же достанется такой шанс преобразить себя за два месяца, узнаем уже 3 сентября. Именно в этот день выйдет в эфир первый выпуск четвертого сезона проекта «Похудела». Ольга Шмырина, Никита Рябинков, информационный канал «Город».